Здравствуйте! Вы смотрите женскую программу. Меня зовут Оксана Хикматулина. И сегодня у нас выпуск под кодовым названием «Пять вопросов кондитеру». И пытать мы ими будем талантливую мастерицу Ирину Малашкевич. Здравствуйте! Ирина Малашкевич, в прошлом руководитель отдела в банке, в настоящем мама двухлетнего Андрея и директор домашней кондитерской. Ирина, расскажи, пожалуйста, чем ты нас сегодня будешь удивлять? Пока я вас ждала, я практически уже сделала классический дамский тортик. Есть ювелирное украшение, косметика. Но осталось еще несколько элементов, которые мы как раз вместе с тобой сейчас и доделаем. Давай начнем с кольца, с колечка, серебряное колечко. Причем мы делаем сначала из черной мастики, а потом покрываем серебряным кандурином. Это нам даст эффект серебра. Но самое главное, что этот торт достанется нашей телезрительнице, которая задаст самый интересный вопрос Ирине. Я заранее разместила призыв в Инстаграм, и результат не заставил себя ждать. Давай, Ирина, посмотрим первый вопрос. Давай. Здравствуйте, меня зовут Анна, я занимаюсь организацией свадеб. Интересуюсь кондитерской модой. Сейчас мне интересно, какие торты свадебные в тренде. Действительно, Ирина, какие тенденции сейчас в кондитерском искусстве? Оксана, знаешь, я бы этот вопрос передрисовала бы законодателю кондитерской моды Александру Кислицыну. Тем более волшебство телевидения позволяет нам связаться с ним прямо сейчас. Александр, расскажите, пожалуйста, какие тенденции сейчас в кондитерской моде? Здравствуйте, Оксана. Модная тенденция сейчас очень интересная. Они сейчас проявляются в виде нежных начинок, легких консистенций, фруктовые, ягодные, низкокалорийные. Очень модно сейчас для сажа, блестящие торты, глазури, филюр. Ну и, естественно, легкий, несложный декор. Спасибо большое, Александр. До свидания. А у нас на очереди следующий вопрос от телезрительницы. Привет, я Патти. Я слышала, что торт выгоднее купить в магазине, нежели испечь его самой. Правда ли это? Интересный вопрос, можно сказать, даже провокационный. Знаешь, безусловно, торт в магазине обойдется гораздо дешевле. Но здесь уже возникает вопрос качества, а из натуральных ли ингредиентов этот торт сделан. С другой стороны, если вы будете делать торт дома, это гораздо более трудоемко. Но здесь вы уверены в качестве продуктов, вы сами идете на рынок, либо в магазин, выбираете самые свежие сливки, сметану. Я примерно посчитала стоимость наиболее популярного тортика у нас, шоколадного. Килограмм такого торта стоит 400 рублей. А тем временем у нас уже готово наше колечко. Смотри, как оно. Какое замечательное, как у Тиффани. Да, мы сейчас его положим на тортик рядом с сережками. Привет, меня зовут Кристина, и у меня такой вопрос. Кондитеру наверняка приходится очень много пробовать сладости, и вот как не поправиться при этом, при всем. Да, Ирина, это как раз вопрос к тебе. Ты для кондитера очень стройна. Спасибо. Но, чтобы ответить на этот вопрос, пришли мои подруги Светлана и Мила. Здравствуйте, девушки. Привет. Ну и расскажите, зачем вы нужны Ирине? Это мои главные дегустаторы. Почему друзья стройные? Тортики Ирины мы кушаем по утрам, поэтому мы за фигурами боимся. В течение дня сжигаются все калории. Но на самом деле еще обязательно требуется вести здоровый образ жизни, ходить в спортзал. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Интересно, какой торт 100% понравится мужчине? Меня интересует начинка и оформление. Спасибо. По своему опыту могу сказать, что касается начинок, то это Наполеон, самый популярный торт для мужчин, и бедный еврей. Что касается оформления, то здесь есть два варианта. Первый вариант – это отобразить увлечение мужчины. Например, поставить на торт снегоход, мотоцикл, сноуборд, логотип машины BMW, например. Второй вариант – это украсить ягодой. Причем для мужчин выбирают такие брутальные дизайны. Как правило, это темная ягода, чижевика, либо же голубика. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Вопрос у меня такой. Какие тортики вы порекомендуете самым маленьким? Если уж все-таки хотите угостить ребенка тортиком, то это должен быть очень легкий, простой, максимально простой торт. Причем без аллергенов. Ирина, и настало время подводить итоги. Какой вопрос тебе больше всего понравился? Мне больше всего понравился вопрос Ольги про тортики для деток. Поэтому я думаю, что теперь повезем наш тортик-победительницу. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Ольга победительница, ваш тортик. Я уже не ожидала. Спасибо за то, что поучаствовали. Будем еще участвовать. Торт – король любого праздника. А если вы будете петь в серые будни, то они засияют яркими красками. До скорой встречи.